В наше время, и не только, на пророков смотрят по-разному, бросаясь в ту или иную крайность. Многие думают, что если человек ошибся в пророчестве, значит он обязательно является лже-пророком. Есть много авторитетных пророков, известных во всем мире, которые говорят о тех событиях, которые не сбываются. Например, многие пророчествовали об избрании Трампа президентом. Огромное количество людей говорило, что Трампа выберут с большим переездом голосов. Чего не произошло. Что это значит? Почему те люди, которые внушают столько доверия, говорят то, чего не происходит? Дело в том, что это те случаи, которые описывались в Иеремии 23, 16. Так говорит Господь Саваоф. Не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Эти люди являются не лже-пророками, а пророками. Но они не различают, где говорит Бог, а где собственное сердце. Поэтому ложно определять ошибающегося человека к лже-пророкам. Так же, как и говорить, что если человек не ошибается, значит он является пророком. Пророчествуют не только пророки. И по факту, нет ни единого пророка, который бы не мог ошибиться. В той или иной степени ошибались даже пророки, которые были описаны в Библии. Ошибались даже апостолы. Например, тогда, когда они шли в те места, куда их Бог не посылал. Ну и конечно, помимо собственного сердца, дьявол говорит под видом Бога. Нужно быть максимально осторожными в этих вопросах, тем более, если говорить это на миллионную аудиторию. Надо научиться точно получать от Бога, прося у Него больше подтверждений, что это Он говорит. Ответственнее к этому подходить. Скоро придет время, когда будет видна существенная разница между христианами. Сейчас многие страдают от убеждений, в которые они выбрали верить, но которые не соответствуют Божьим. Хорошо, если пророки признают свои ошибки. Если нет, это уже проблема. Это уже может перерасти во вражду с Богом. Для пророков Бог должен стать абсолютным царем, Господом, а значит и Господином. Кроме того, что ты сын, ты еще и раб. Сейчас дьявол пытается исказить откровение от сыновствия в ту сторону, чтобы привести к непослушанию. Для того, чтобы человек перестал слушаться Бога. Но однако же, в Библии написано, что Бог ничего не делает, не открыв тайны рабам своим пророкам. Это значит, что и у пророков не только можно слушать, а необходимо для нашей жизни, потому что через них говорит Бог, предупреждая о тех или иных событиях, что нужно делать. То есть у пророков должно быть единственное отношение. Я раб Господа. Мое служение предназначено для того, чтобы передавать то, что Он скажет, независимо от того, как это повлияет на репутацию, полетят ли в мою сторону ко мне, скажут ли что-то в ответ или нет. Есть такая крайность, в которой говорится, что лучше вообще никого не слушать из тех, кто пророчествует. В Библии написано все, и этого достаточно. Но разве Бог передавал нам то, что Он хочет передать через людей только во времена написания Библии, что изменилось сейчас? Разве Бог не всегда и во веки тот же? В Амус 3.7 написано, что Бог ничего не делает, пока не откроет тайны рабам своим пророкам. До Нового Завета понятие Слово Божье означало пророческое слово, то есть то, что Бог передает через людей. Бог как разговаривал и разговаривает с нами через пророков и апостолов из Библии, так и продолжает это делать через новых людей. Наступило время, в котором Бог открывает пророческое служение, и Он будет очень много нам говорить через пророков. «И будет в последние дни, говорит Бог, и зальет Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабы моих в те дни, и залью от Духа Моего, и будут пророчествовать». Сама Библия говорит, что в последние времена очень многие будут пророчествовать, поэтому закрываться от новых пророков означает закрывать глаза на Слово Божье. Еще написано, что Бог произведет свое излияние на всякую плоть, другими словами, будет пробуждение, которое охватит весь мир. Видя, как со всех сторон сгущается и увеличивается тьма, думаете ли вы, что она преодолеет свет Евангелия? Опасаетесь ли вы, что эта тьма подавит, потушит и уничтожит его? Нет, никогда. Божий народ никогда не должен страшиться ярости вражеской тьмы в эти последние дни. Не имеет значения, насколько этот мир погрузился во тьму. Библия говорит, что посреди этой тьмы возвысится и воссияет Иисус. Как написано, «Я, я сам утешитель ваш». Кто ты, что боишься человека, который умирает из сына человеческого, который тоже что трава, и забываешь Господа Творца Своего, распростершего небеса и основавшего землю, и непрестанно, всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить. Но где ярость притеснителя? Он знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, и на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Мы живем во время мрака и смерти, далеко распространивших свои границы. Но Бог говорит, что в такое время он воссияет своим ярким светом. Не имеет значения, насколько дико становится на наших улицах, но нас этот мрак не преодолеет. В то время, когда кромешная тьма покрывает землю, мы должны ожидать Господа, который высияет во всей своей славе и спасет народы. Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот, тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою высияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Никакая тьма не остановит Божий свет. Поэтому не смотрите на мрак, на грех, на злобу жестоких людей. Верьте в Господа и в силу Его сияющего мощного света. После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и предагнанцем в белых одеждах, и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агонцу. Спасенные люди – это те, которые следуют за Агонцем. Куда бы он ни пошел, они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агонцу. И в устах их нет лукавства, они не порочны пред престолом Божьим. Когда мы исполним нашу часть под руководством Господа, Он исполнит свою, описанную в Деяниях Апостолов, 2 главе 17 по 18 стих. То есть Господь будет изливать воды на жаждущее и потоки на иссохшее. И только Господь произведет нас эту жажду. И только тогда будет проповедана Евангелие по всей Вселенной. Это и будет глобальное пробуждение. Вот что, например, говорил миссионер 19 века Хадсон Тейлор. У меня было видение. В этом видении я увидел великую войну, которая охватит весь мир. Я увидел, как эта война прекратилась, а затем возобновилась, на самом деле превратившись в две войны. После этого я увидел много смуты и волнений, которые затронут многие народы. В некоторых местах я увидел духовные пробуждения. Я увидел, что в Россию придет огромное, всеобъемлющее, национальное, духовное пробуждение, которое будет настолько великим, что подобного ему и быть не может. Я увидел, как из России это пробуждение распространилось на многие страны Европы. Затем я увидел всеобщее пробуждение, за которым последовало пришествие Христа. Мария Симоненко Я хочу рассказать очень важную вещь, которую отец мне открыл. Это просто потрясающе. И так, это было такое интересное время, когда я переехала на новое место жительства. И вот буквально в первую ночь отец начал говорить со мной. Я видела такие очень интересные вещи о будущем. И Бог начал об этом говорить, о том времени, в которое мы сейчас входим. Я получила сильнейший пророческий сон. И я помню, это было как наяву. И я помню каждую деталь. И я понимаю, что это грядет, и Божье движение будет очень уникальным. Знаете, я увидела грандиозное Божье движение. И я никогда такого не видела. Я ничего подобного не видела ни в наше время, ни из того, что сейчас происходит, ни из того, что я знаю о пробуждениях, которые были раньше. И это вообще будет очень уникально. Такие вещи показал мне Бог, которые даже мне некоторые моменты тяжело объяснить, наверное, будет, чтобы передать. Но я попытаюсь. Я увидела огромное, колоссальное движение, которое ходило целые города, страны, общины. Оно было настолько масштабным, что им были охвачены буквально все люди вокруг. То есть это такое движение, которое нельзя не заметить. Это движение, о котором знали все. И чтобы объяснить, как это выглядело, знаете, вот люди сейчас занимаются каким-то сетевым маркетингом, да? И представьте, вот разные компании сетевого маркетинга, допустим, вместо их всех одна огромная, а вот людей охвачено столько, как сейчас люди занимаются разными сетевыми маркетингами. Представьте, если бы тогда компания называлась бы как-то, и ее представители бы везде точно были, и везде бы продвигали свои продукты, и везде бы предлагали этот бизнес, да? То есть куда бы ты ни пошел, а везде бы вы с этим сталкивались. И вот так это выглядело в этом сне. То есть люди поделились на две категории, которые уже в движении, и которые сейчас присоединятся. Я буквально видела людей, которые встречались друг с другом. И единственное, что волновало людей, которые встречались, которые не виделись некоторое время, их человека волновало просто взглядом. Они встречались и уже определяли, ты уже там или ты не там. То есть ты в этом движении или нет. И это единственное, что волновало людей. Настолько это движение было масштабным и глобальным, как оно охватило полностью города. И особенно я видела очень много молодёжи. Молодёжь была охвачена очень сильно этим движением. И я пришла с командой в одно место. Был один из таких очагов этого движения. И я увидела, что это выглядит как движение Божьей славы. Мне это было показано как движение Божьей славы, которое захватывало всех людей вокруг. И я видела эту славу в виде радужного сияния. То есть это как всё вокруг становится радужным сиянием. Радужное сияние Божьей славы охватывало человека, охватывало всё, что его окружает. И всё превращалось в это радужное сияние. Так мне это было показано. Знаете, вот, к примеру, в книге Иезекииль, в первой главе, вы посмотрите и прочитаете сами, где Иезекииль был призван Богом. Иезекииль говорит, «И выше от вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него, вокруг Господа. И в каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. То есть слава Божьей славы вокруг престола, во время сияния было мне показано в этом пророчестве. Движение Божьей славы выглядело как движение радужной славы. Я это назвала так. И я видела, что был настолько огромный ажиотаж вокруг, что люди бежали просто за кем-то, за какими-то знакомыми, незнакомыми. Все, кого встречали по дороге, просто захватывали в это движение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!